Микс Ньюс Программа «Личное утро» Её ведут сегодня Ольга Авдевич И снова здравствуйте Да, я Рита Трошкина И наш звукорежиссёр Евгений Копеин А гость у нас сегодня в «Личном утре» Олег Алзерс Как его представить? Ювелир, философ, целитель И президент Балтийской гильдии ювелиров Доброе утро Доброе утро Спасибо, что вы к нам пришли Наша программа традиционно по пятницам Начинается с вопроса С одного и того же Каким бывает ваше личное утро? Утро раннее Всегда после четырёх с утра Это уже даже не утро Остаток ночи, наверное Да, это всегда после четырёх Это образ жизни Да А почему вы считаете, что важно Вставать чуть ли не с солнцем? Даже не важно Это так изначально Был построен рабочий день Начиная, может быть, с детства Мне никогда не хватало Времени на всё то Что я замыслил за сутки Что мне надо сделать И спорт, и искусство И разные философии И занятия Ну, очень много Всего, что хочется Но это состояние В молодости у многих есть Это состояние энтузиазма Когда ты всё берёшь Всё берёшь Ну, не всегда ты завершаешь цикл Но Так оно построилось Со временем Начало кристаллизироваться Что-то отпадало Уменьшался спорт Да Увеличивалось Искусство И медицина Философия Увеличилась То есть, что-то уходит Что-то прибавляется Да Что-то прибавляется То есть, оно Более важным Что я считаю Что это более важным становится Тогда оно и меняется То есть, вы за счёт своего сна Увеличивали время Я даже не думаю об этом Что это сон И что об этом вообще-то надо говорить Почему? Я тоже не считаю нужным Почему? Да Но можно отличаться и днём А во сколько нужно лечь Чтобы встать в 4 часа И было бы достаточно организму С медицинской точки зрения Ну, с медицинской точки зрения Каждый человек индивидуум И если говорить о сне То абсолютно достаточно 15 минут для нейронов Как стирлиц Помните? Помню Да, Вячеслава, помню Помню его на Ломоносовской Это в Москве Где жил он Я помню был там Вы знакомы были с ним? Да, чуть-чуть Видите, как интересно Да А вы знаете, вы Вот в Москве Если вам надо На высотное здание Ломоносова Вы просто говорите таксисту К стирлицу, пожалуйста И он всегда Все знают уже, где это здание Вы упомянули, что с самого детства Да, у вас было Было такое вот отношение Ко времени Мы в начале программы Обычно гостю задаем вопрос Который мы задавали нашим радиослушателям В предыдущий час А вопрос был такой Какие книги оказали влияние На ваше мировоззрение На вашу личность Может быть На создание культурного кода Начиная с детства Вот мы про это целый час говорили И хотим у вас Ну, наверное, так Первое было Какой-то праздник В 9 или 10 лет Подарили Книгу Ходя на среди И как-то уникся И когда читал Мне казалось, что Это моя родина Очень все знакомо было И что интересно Спустя уже там Лет 10 Когда Судьба мне занесла В Среднюю Азию То выходя из самолета Я почувствовал Я дома А как вы объясняете Вот мы очень многие Это мы попозже уже скажем Как это объяснить Это записи наши Все наши прошлые записи Обязательно вернемся Так, Ходяна Средин И еще Ну, второе влияние Очень большое И которое можно Которое я довольно применял В жизни потом Это была педагогическая поэма От Харенка Если помните Да, когда-то Чудесная книга Потрясающая книга Потому что она очень Очень хорошо вписывалась Когда меня воспитывала Мама и папа Да И то, что было там Спаструлировано Я вот видел Их промахи Да, их промахи Родительские промахи И оно настолько повлияло Что я начал эти вещи применять Когда уже воспитывалась Детей своих И это все переносилось Даже и на педагогику Потому что я уже где-то уже Учеников держал Где-то мне уже было 21 год 22 Уже ученики Да Уже были ученики И в дальнейшем Когда уже вел студии И детские И взрослые студии вел И школу куда открывал И колледж открывал Всегда придерживался вот этих Самых... И оно прекрасные результаты дает Я никогда не понижал Всегда давал лучшие оценки Потому что дети Сами между собой знают Кто лучше сделал Кто хуже сделал Кто лучше знает Моя задача Как педагога Раскрыть эту дверку В которой находится Этот талант Который зажали Школьной программой Оценками Подавлением дома На улице В школе То же самое Задача моя Открыть Да А когда мы делаем оценки Любая оценка Это всегда стресс Для ребенка И я знаю Что очень многие Когда получают Более низкие оценки Они бросают Или это занятие Или школу бросают Да Потому я считаю Что тогда Когда нам появляется Какой-то ученик Не важно Школа Это Кружок какой-то Студия какая-то Я всегда ставлю Высок оценки Такой пример Жизнь был Мне когда я вел Кружок В доме пионеров В свое время Где-то 70-е года Конец Мне прислали Где-то 10-12 Ребят Из Неблагополучной Семьи Там Школа такая была Тут Макаренко Вам пригодился Да-да-да-да И я всем ставил Эти пятерки И тогда Ну бывали случаи Когда вот я Кого-то говорю Ну я вам там Оценку Не ту поставлю Я помню девочка Она говорит Нет Вы всегда ставите Пятерку Что было интересно Вот они пришли Где-то Конец сентября Начале октября И дети Начали раскрываться Они Почти что все Были неуспеваемые В школе Спустя 3-4 месяца Начало меняться Я же не знаю Как у них там В школе идет И мне уже Начали педагоги Звонить Приходить И говорят Что вы там С детьми делаете У них успеваемость Повышилась Дисциплина улучшилась А кружок В чем заключался Чем они занимались По ювелирному делу Да Я их там Обучал То есть это было Просто Ремесловный рукоделий Они А им надо было Научиться И считать лучше Потому что Чтобы сделать кольцо Им надо было Рассчитать это Надо было лепить Надо было чуть-чуть Ну как мозги Расширяются Да Физику чуть-чуть Это да Хотя 10 лет Но тем не менее Это создало У них Практические Желания Узнать Стимул Да В основном в школе Это Как говорится Для оценки учимся Но очень мало Для применения И вот В конце Значит Второго полугодия Была у нас Выставка Выставка Я помню Еще в планетарии Была И там Учителя Приходили Это И было очень Ну приятно Когда дети Поднялись И в школе У них все оценки Поднялись Да Я же ничего не сделал Я просто ставил пятерки Они сами Подтягиваются Создание Я считаю Что Задача моя Создать Внутри Этого человека Желание Быть лучшим Желание Подняться По этой лестнице Не важно Профессионального Ищи Там Или Каких-то Приоткрыть дверку Да Надо Учиться Открывать Эти дверки У каждого человека Есть все таланты А вот такой вопрос Посмотрите Вы сказали Что дети Как правило Они поставлены В рамки Структурированная Система Оценок И дома С другой стороны Посмотрите Сейчас какая тенденция Вот Это Оголтелая демократия То есть Когда были четкие критерии Что можно Что нельзя Уважение к старшим Что хорошо Что такое плохо Сейчас Все эти критерии Размываются Детям Предоставляется Свобода Практически Безграничная А вот С точки зрения Педагогики Хорошо Это или плохо Я не скажу С точки зрения Я тогда вернусь Кабале А если Элементарная причина Для того Чтобы лошадь Могла Идти по дороге Прямо Кто-то Выдывал Вожжи Есть правая Есть левая Правая Я разрешаю Левая Запрещаю Оно должно Быть в балансе Гармонии Что такое жизнь Это борьба В которой Есть определенные цели Есть Ограничения И есть свободы Если Препятствия И свобода Уравновешены То мне Интересно Играть Если Ограничения Слишком Много Мне не интересно Я не справляюсь Если Свободы Слишком Много Мне тоже Не интересно Я разлагаюсь Представьте Что Сборная Там Бразилии Приезжает Здесь Играть С какой-то Латвийской Футбольная Команда С нашей Какой-то Дворовой Командой Кому Будет интересно Никому Не бразильцам Потому что Нет противника И нет Нашим Потому что Мы не можем Справиться с ним Нет шансов В этом И заключается Вот Когда А это Говорит о том Что Тот Кто принимает Какие-либо Решения Не дружен С сознанием Если Было бы Сознание И если Было бы Понятие Жизни То люди Принимали бы Такие Решения Такие Законы Которые Уравновешивали Именно Эти Препятствия Со Свободой И Потому Мы Сегодня Видим Что Телега То в одну Канаву То телега В другую Канаву Мы Порим Лошадь А мы Забыли Вожжи Поставить И Правую И левую Да У нас Нет Вождей Потому Наша Телега То в одну Канаву То в другую Канаву То у нас Полная Свобода И отсутствие Препятствий То у нас Тотальные Запреты Да Я по слову Демократия Чуть-чуть продолжу Но хотя Не на ночь Глядя будет Каждая Демократия Заканчивает Нацизмом Так что Ждите Впереди Объясните Объясните Пожалуйста Эту мысль Каждая Демократия Заканчивается Нацизмом Ну возьмите Хотя бы Сто лет Обратно Туда Были Определенные У царя Батюшки Свои законы Потом Мы видим Потому что Были Очень много Сжатых Было Неравноправие Да Кто-то Лачуги Кто-то Жировал Появляется Всегда Появляется Идейный Какая-то Идея Не будем Говорить Сейчас о Ленине Или Марксе Или Энгельсе Но появляется Какая-либо Идея Которая Хочет Сделать Равенство Но Эта идея Появляется У всех Тех людей Которых Когда-то Или В детстве Или Их Подавляли Жмурили И они Вот хотят Наконец Сделать Равенство Появляется Идея Эта Появляется Революция Потом У нас Появляется Какой-то Неп Спустя Это Появляется Социализм Потом Мы В горизонте Видим Что где-то За горизонтом Появляется Коммунизм Как одно Как второе Так третье Мы ничего Не достигаем Потом Вдруг Появляется Демократия А потом Обратно Вернемся К нацизму Неизбежно Неизбежно Да Это цикл Жизни Неважно Чтобы вы не смотрели Какие бы эти действия Вы не были И на сегодняшний день Мы это видим И первый всплеск Мы начинаем видеть В Соединенных Штатах Америки Там где было Очень много Демократии Которая Клумба Демократии Которая Проносилась По всему миру И рассеивала Свою демократию И мы сегодня Видим Какие результаты Мы пожинаем Там То есть Чем тоталитарнее Страна Тем меньше Шансов У нас была Она была Очень свободная Там же мы Все время Слышали Свобода 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 Ну да Вседозволенность Теперь Это мы Это называем Демократия Мы везде Слышим Если мы возьмем Неважно Источники Медиа Или это Везде была Демократия И они Везде Вели демократию Но мы сегодня Видим Что Что творится Да И где-то Лет 10-15 Это будет продолжаться Мы напоминаем Что в гостях У нас в личном Утре Герой личного Утра Сегодня Олег Аузерс Ювелир Философ И целитель И нас Конечно Олег не поймут Если мы Не расскажем О том Чем вы Вообще Занимаетесь И Олег Известен Как создатель Музея Серебра Да Живого серебра Живого серебра Это человек Который Своими руками Делает Просто Просто чудеса Я бы сказала Да То есть Его работы Они Это большие формы Из серебра Да Вы нам сейчас Расскажете Немножко И они Ну как сказать Это произведение Искусство Описать невозможно Как бы Что бы мы ни говорили Все есть Слюна есть Как говорил Жванецкий Запах Есть Но вот Вкуса нет Это тоже самое Поговорить о Картинах Или работах Надо приезжать И видеть А почему Живого серебра Сейчас объясню Ну во первых Начнем с того Что Для того Чтобы я вообще Сел за стол И создавал Какие либо работы Оно должно Иметь во мне Желание Поделиться Тем сакраментом Который Я считаю Важным Что является Важным В нашей жизни Что Это наши цели Это наше Желание Насладиться Это наши Пороки Это наши Переживания Это наши Разочарования То есть Это совокупность Личность Да Весь спектр Наших Наших Всех Ну всего То Что в нас Есть Ну и Благодаря Тем вещам Которые я занимаюсь Помимо Иверного дела Значит Разными философиями Там Религиями Медицины И так далее Я Более Остро Вижу И вижу Сразу Образ Когда Что-то Либо Является Важным Для меня Оно Проходит Какой-то Какой-то Путь Очищения Кристаллизации И я вижу Готовую Работу Это может быть От месяца До нескольких лет Это не сразу Появляется То есть Когда она Становится Уже готовой Я ее вижу Потом идет Второй этап Это Создание Определенных Инструментов Последовательность Надо Продумать Все шаги Если в золоте Нет в этом Нужный большой Это можно Быстро сделать То в серебре Там Нюансы А почему Золото Можно быстро А серебро Нет Ну потому что Золото Очень простое Там ничего Сложного Нет Кроме Дороговизны Это неважно Это мельхиор Или серебро Или латунь Там большой разницы Нет Он не так быстро Плавится В серебре Есть свои особенности Ну в том Что во первых Она лучше всего Проводит электричество И тепло Отсюда Вам нагревать Надо полностью Все Если в золоте Этого не надо То в серебре Пожалуйста А если у вас Уже что-то там Сделано Вы припаяли И вы нагрели Обратно У вас все Разваливается Отсюда Здесь Необходимы Приспособления Разные Чтобы удержать То что уже Припаяно То есть я Вот сейчас Хочу встрять И дополнить Уточнить Да Что Олег Аузерс Мастер По серебру Он работает Серебром И делает Не просто Ювелирные изделия А скорее Это скульптуры Это скульптурные Композиции Одна из самых Таких вот Знаменитых Которую Многие наверняка Видели Это вот Замок будущего Да Она Очень большая Направленная В 2001 год Да Расскажите Какого размера она Ну где-то Полтора метра Где-то Больше 30 килограмм Выходит там Ну вообще-то Она очень Все из серебра Сегодня Да Созвучна По идее Что на сегодняшний день Нас разъединяет Всех На землям Разъединяет Разные взгляды Разные религии Разные языки И идея такая Что спустя тысячу лет Когда мы все Повоюем Подеремся Наконец осознаем Что живем На очень хрупкой земле Что Бог един Что дружить лучше И что мы можем Обогатиться Не только от культуры Собственного народа Но взять что-то хорошее И у соседей И тысяча лет На это понадобится Ну мы видим Наше развитие Хромает И неважно Какие я механически Создаю Какие-то новшества Будь то машина Самолеты Телевизоры Вещественные вещи Да Материальный мир А материальный мир Развивается А духовный Остается на прежнем уровне И Опять же дисбаланс Вот о котором Да Оно происходит Отсюда Это то же самое Вы же помните Брасни Крылова Да Обезьянка и очки Ну мы создали Там Ядерные Вещи Что мы делаем Мы сразу первым Делаем бомбу Да Мы что-то Открыли Нет Обязательно Надо Как-то повлиять Да Чтобы убить кого-то Такое ощущение Что Политики Это Как дети Трехлетние Четырехлетние Находятся В каком-то Во дворе И играется В пиф-паф Неосознающий Но один из таких моментов Могу сказать так Применение силы Это самая большая глупость Представьте У вас Дверь закрыта Вы ломаете Еще что-то Но даже Не подумали О том Что надо нажать на ручку Открыть ее Все гораздо проще Да Все гениальное Все простое Там где Не только простое Но еще Гениальное Иррациональное Не требует усилий Там где вы применяете усилия Там есть какая-то ложь Что такое ложь Это не точное время Не точная Материя Не точное пространство Энергия Вы что-то Изменили Проблема Сегодняшнего дня Мы видим Что существует Огромное количество Лжи Разного рода Не только Идеологического Порядка Многих Многих вещей Мы не можем справиться Потому что логика Не складывается Нашим пузлом Спасибо Мы сейчас Прервемся На несколько минут На рекламную паузу И продолжим Разговор О будущем И о наших Очень важных проблемах На мысли о проблеме лжи В наше время Запомним Да Микс Ньюз Личное утро На радио Болтком Напоминаю Что с нами сегодня Олег Аузерс Ювелир Философ Целитель И создатель музея Живого серебра Живого серебра И потрясающих работ Которые вообще Разлетелись по всему миру Это надо было сразу Вначале сказать По всему миру Они есть У правителей Разных стран В качестве подарков Которые Латвия дарила Мы про это тоже Чуть позже поговорим Надеюсь успеем Вообще у нас так круто Началось утро В первой части программы Мы остановились На проблеме лжи Да Давайте продолжим Мы должны знать Определение Если я знаю Определение Я начинаю понимать Что происходит Все стараются Сложить Многие вещи Которые нелогичны На сегодняшний день Такой маленький пример Приведу Что касается Психоза О вирусе Представим Что у нас есть Маленькие Несколько Таких Маленьких чашек Которые мы Ставим Соль в одну Сахар Крахмал Муку Лимонную кислоту Они все размельчены До порошка Наша задача Они смешаны Нет названий Мы должны Узнать Кто есть кто Как мы будем пробовать По запаху Нету Да По виду Одинаково Все белое Да Что мы делаем Мы начинаем А вдруг А вдруг там яд И тоже может быть Конечно Так я сейчас говорю Да И в одном Может быть Ваш любимый яд И мы попробовали Это да Сладкое Это соленое Это там Такое Такое Это там Все Определили И мы записали Показатели Соленое Такое Такое Горькое Сладкое Но еще один момент Оно Порошковое Как же мы определили Коронавирус Там 30 тысяч Показателей Забрали И узнали Только 37 Эти 37 Это будет 0,001 Процент И эти Показатели 37 Вложили в Компьютерную Программу Но эти Показатели Схожи С любым Вирусом С водой Там Со многими Другими Вещами Мы не Можем Никаким Мозком Определить Что это Коронавирус Это ложь Подогнали Науку К тому Что не Существует Мы можем Установить Что это Коронавирус Только при Одном Условии Если мы Возьмем Пробы Крови Там ее Нет Оно По схожести В человеке Находится 83 миллиарда Разных Вирусов В том числе Коронавирус Живут Конечно Обитают Конечно И грибки И что только Нет И вот наша Иммунная система Она вот Борется с ними Создавая баланс Когда я падаю Эмоционально Внизу Естественно Я могу Заболеть Так на сегодняшний день Мы видим Очень многие Задают Как же так Мне проверили У меня Коронавирус А у меня нет Симптомов Да и не может быть Потому что Это не коронавирус Если мы возьмем Тибетскую медицину То мы знаем Что Каждый год Осенью И весной Вы должны Болеть Мы так называем Болеть Это очистка Организма Так очищается Поднимается Температура Насморк Это Температура Выжигает Токсины Алкалоиды Выгоняется Из организма Мы это можем Заменить Баней Но если мы Ходим в баню То мы Болеть не будем Если мы Не ходим в баню И находимся Как городские Жители Под стрессом Большим Чем В деревнях То автоматически Мы должны Осенью И весной Обязательно Якобы Заболеть Но это очищение Это нормально И при этом Нормально Когда у меня Появляются Какие-то Насморк Или Головная боль Или температура Я бегу проверяться Мне засунули В нос палку По этой палке Я могу найти Что угодно Там Что угодно Это ложь Вот и вся Это Но она направлена Если мы возьмем Основы Медицины Я Не беру Восток Там совсем По-другому Оценивается Человек И просматривается Да Там Просматривается Этика Род занятий Что он Есть И очень много Факторов Других Западная Медицина Базируется На анализах То есть На материи И это Не всегда Верно Сейчас я Не буду Вглубляться В это Но Сама тема В этом Заключается И заболеть Может 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 Только тогда Когда человек Эмоционально Понижен В высоком Тоне Человек Заболеть Не Может Не важно Что Мы же Видим В истории Примеры Когда человек В очень высоком Тоне Выпивает Пинктуру Там Разных Ядов Врачи И ничего С ним Не случается Огромный Пласт Врачей Которые Помогают Больным От Кого Он Может Заразиться Он Не Заражается Потому Что Он В высоком Состоянии Он Является Причиной И Отдает Свою Энергию Своему Больному Как Только Врач Понижается Или У него Проблемы Дома Или Там Зарплата Или еще Он Начинает Хворать То есть Идея В том Мысль В том Заключается Что Надо Повышать Своё Эмоциональное Состояние Вообще Во всех Вы не можете Искусственно Это Повысить А что Надо Делать Давайте На эту Сторон Я скажу Несколько Секрета Во-первых Если взять По еде То главное Не еда А главное Вода Вода В Европе И вообще В мире Довольно Качество Плохое Сейчас Не буду Подробностей Но Вся вода Которая Проходит Через Трубы Это Молекулярный Хаос Она Не Структурирована Вопрос Не В химическом Составе Воды О структуре Так вот Для того Чтобы подготовить Хорошую воду Надо Очень просто Подготовить И структурировать Поставить Хотя бы На огонь 70 градусов Первые пузырьки По краям Кастрюли Тут же Сливаете Кипятить Не надо Под холодную воду У вас будет Структурирована Водичка Ставите До серебра До 8-10 часов У вас хорошая Прекрасная Структурированная Серебряная водичка В серебряной воде Нету В серебряной воде Не бывает Ни одного Вируса Ни одной Бактерии Если Антибиотик Убивает От 5 до 10 Бактерий То серебряная вода Убивает 650 В 90 раз Сильнее Этого Скажите А кипяченая вода Нет Нет То есть В ней тоже нет Ни вирусов Ни бактерий Я вам скажу В кипяченой воде Вы же не знаете Через какие фильтры Она проходила Если там будет уголь Там будут очень плохие Соединения Так что я бы не советовал Это Лучше берите Более сырую воду Нежели вы будете Кипяченой А как же заваривать Травы Это другого вопроса Это травяные Ваши настои Но я сейчас говорю О воде Которая вы будете Питьевая И воду пить надо Именно с утра Именно утренняя вода Она ценна Она проходит через желудок Попадает в 12 перстных кишку Появляется Самый сильный Хороший электролит Для нейронов Если достаточно Воды То капилляры Создают определенный Фильтр И не пропускают Токсины и яды Если у вас Не хватка воды Значит будет пропускать Отсюда И вы будете Хворать Минимум 4 стакана С утра Натощак Спустя 40 минут Начинаете только кушать Когда поели Нельзя заканчивать Сладким Иначе это Создает кислую реакцию ПХ падает Говорить о здоровье Не приходится И пить воду Можно спустя еды Полтора-два часа Не раньше И перед едой Где-то на 20-30 минут Стакан-два Выпивайте Минимум днем Ну за день Минимум это Два литра надо Минимум Можно два с половиной И три В зависимости от вас И чем старше мы становимся Тем меньше мы начинаем Пить воду У нас очень много кофе Очень много чая Разных еще Соки еще Но вода Основан А еда Это же Напоминаем Что наш гость Не столь важно Гость личного утра Олег Аузерс Президент Балтийской гильдии Ювелиров Философ И целитель Вот он нам рассказал И создатель музея Живого серебра Чем он Очень интересен Сейчас мы про музей поговорим Потому что мы еще Даже не дошли До этой темы То есть Олег Аузерс Рассказал нам Про свои Методы Лечения Серебром Ну это я не рассказал Я вообще это Ну только Приступил Да-да-да Об этом можно И нужно наверное Узнать больше Потому что с помощью Серебряной воды Года 4 Вам надо будет слушать А как серебро влияет На человека То есть вот Считается золото Сильный металл Да? То есть оно дает силу Сейчас я скажу В чем его успех Именно серебро Тогда когда он В воду попадает Оно создает Серебряный оксид Оксид выделяет Кислород Кислород Кислородной среде Не живет Ни бактерия Ни вирус Все Просто гениально Вот видите как И можно Когда он попадает На Например Ушиб Ожог Сломали там Что-то Порезали Что-то не заживает Тоже пластиночку Наверх Представляете Создается электролиз Опять выделяется Кислород Опять выделяется Бактерия уходит То есть Всему есть научные Объяснения Потому это Тысячелетия им Применяли Это же не мое Открытие Олег Расскажите пожалуйста У вас два Музея живого Серебра В Лимбаже И в Сигулде Расскажите Что это за музеи Когда вы их Открыли И почему туда Стоит съездить Открыли мы музеи В Лимбаже С самого начала Рождения этого музея Было в Лимбаже Идея была не моя Идея была супруги Она Желала Работы у меня были Но Мне не столь Важно было Стоять и стоять Да Ну вот Она Была Инициатором Этого создания Этого музея В Лимбаже Где-то Шесть-семь лет Мы там пробыли Потом поехали В Ригу Здесь у нас Ковид встретил С любовью И значит То есть здесь музей закрылся Да Мы здесь закрылись И переехали Значит В Сигул Там уже Давно была Такая идея И часть отвезли Значит Часть отвезли В Сигул И часть осталась В Солимбажах Честно Ну Можно туда приехать Конечно Можно и туда И в доме Черноголовых Находится Работа Музея истории Мари Хоста Находится И вот мы думаем Сделать такой Серебряный путь Для туристов Посмотреть Да Они смотрят здесь В Риге Приезжают В Сигул Потом туда И так что У нас там Такая Передить программа Будет Интересная Нужно заранее Как-то Свой визит Согласовать Если нет Если одиночки То нет нужды Но когда группа Побольше Тогда конечно Желательно Потому что Для групп Я тогда Еще веду Лекции Про того Как можно Улучшить здоровье Как там Справиться с вирусами Ну Всякое такое В общем Можно посмотреть Уникальнейшее Произведение Искусства Это действительно Скульптурные Композиции Вопрос даже Не в них Это я начала Только То есть Такого точно Вы не видели А второй момент Можно узнать О целебных Свойствах серебра И как с помощью Его здоровья Применять То что можно Конкретно Применить Потому что Мы очень много Можем узнать И увидеть И эстетика Везде вокруг И в музеях И на природе Но Каждому человеку Интересно Насладиться Музей построен Так Что мы Просматриваем Все наши Пороки Наши Наши Как говорится Эмоции Переживания Страсти Ну люди подходят И замирают И долго Долго Сматривают Знаете Очень интересно Если просмотреть Все Отзывы Там очень много Книг Отзыв То Помимо Эстетического Наслаждения Что-то Очень много Пишется о том Что Заставили Просмотреть Собственную Жизнь Да Группа С России Была В прошлом году В прошлом году Ну Не важно В прошлом Или в прошлом Там и музыканты Художники Такая интересная Группа была И вот Записали Что Поменяют Пришлось Нам всем Поменять Взгляды На жизнь Благодаря Вашему музею Олег Вот вы Восемь лет Занимались Очень такой Как сказать Почетной Обязанностью Готовили Подарки Которые Которые Дарились От имени Латвии Государственным Деятелям Расскажите Пожалуйста Кому Интересно Было В том Что Ну Например Надо Готовить Что-то Ну Хотя бы Возьмем Английскую Королеву Во время Президентства Вайры Вики Да Хороший Вкус У нее И Ты понимаешь Что Что такое Подарок Это Какая-то Вещь Которая Если Для Отчета То я Могу Взять Любой Журнал Или Книжку И подарить Не думая О том Как это Будет Это Формально Я всегда Подходил К любым Такого Рода Мощам Подаркам Более Глубоко Всегда Просматривал То Чем Наполнен Этот Человек Что Какие Хобби У него Его Уровень Развития Желания Постулаты Состояние Какой-то Власти Не важно Что И Тогда Когда ты Это Видишь Ты Начинаешь Основать Что Ценно Для Этого Когда Ты Имеешь Этот Набор Знаний Ты Знаешь Что Такое Ценно Ну И Естественно Принимаешь То Решение Которое Ты Считаешь Нужным То Что Понравится Английская Королева Она Занимается Розами Выращивание Роз Это Хобби Конечно Приятно Каждая Женщина Иметь Что-то Что Связано С Ее Хобби Но Мы Создаем Розочку А Папе Римскому Что Придумали И Знаем Что Английская Королева Очень Часто Меняет Свои Брошки В день По Несколько Раз И Я Удастовлю С этой Радостью Что Она Носила Три Дня Эту Розочку Да В Интернете Можно Увидеть Да И В Эстонии С этой Розочкой Было И Там И Там То Есть Тогда Когда Мы Попадаем Точно В То Что Ценно Это Самый Хороший Подарок То Есть Именно Так И Надо Строить Все Моменты Подарков Королю Испании Что Было Заказано Там Летучий Голдандец Корабль Да Корабль Большой Не Доехал Пока Японским Оператором Мы Там Делали Сук Сакуры Второй Был Кажется Ветка Персик Да Сук Персик С Персик Им Было А Папа Римский Было Папа Римскому Было Подарок Сделанный Это Было Держатель Пасхальных Яиц Такой Им Были Несколько Штук Было Да Было Подарено И Английской Королеве Принцу Чарльзу Было Подарено Президенту Путину Там Дубовая Ветка Была Потому Что Это Символ Власти Сила Желуди Богатства Долговечие Такое Ну да То есть По всему Миру Нельзя Даже Вспоминать Это Огромное Количество Этих Подарков Было Так что Но Всегда Старался Всегда Делать так Что Было Ценно Если Не знаем Что Должны Знать Что Ценно В этом Государстве Это Страна Значит Это У них Ценно Япония Была Пиона В Китае Была Пиона Которая Тоже Была Подарена Только Не через Сверос Через Других Есть У вас Такие Работы Например Бывали Ли у вас Случаи Когда У вас Просили Купить Какую Работу А вы Сказали Нет Вы Можете Отказать Конечно Но был случай В 2010 году В 2010 Приезжал Доверный брат Короля Саудовской Аравии По поводу Замка Замка будущего Да Замок будущего У них проходят Саммиты По объединению Религии Христиане Иудеи Мусульмане Тема Актуальная На сегодняшний день В мире Я считаю Это очень важная тема В Саудовской Аравии Проводят Да Именно там проводят Не в Риге Не в Житомире Именно в Саудовской Аравии То есть Они не блюдут Чистоту Скажем Своих Мусульманских Каких-то Вещей А устраивают Такие Ну Там люди Имеют Высшее образование Не одно Притом Нам так кажется Что они там Еще в Средневековье Конечно Не без этого Часть конечно Внутри Средневековья Еще есть Да Но очень много Очень интеллигент Этот человек Закончил Оксфорд И С которым приезжал И было интересно Говорить И Прекрасно знал Религии Так что Там Какая у вас реакция была Вот к вам приехал Принц Саудовская Аравия Ну это вам реакция Никакой Для нас это удивительно Да Никакой Ну приехал и приехал Да Ну и приехал Да Ну и малазийская Принцесса приезжала Ну что же Ну и что И вы отказались Ему продавать Работу Да Потому что Вы знаете Или Или это заказ Оно же не предназначено Для Узкого круга Это предназначено Для Вы знаете Я знаю что Тогда когда Какие то работы Уезжает Они остаются дома Или в загашниках Где-то И люди не видят Это Я же не Не готовил Для денег Или для этого Это То есть вам важно Чтобы это пошло Чтобы люди увидели Знаете Есть определение В искусстве Что такое искусство Что такое искусство Искусство состоит из двух вещей Первое Это общение Второе Это техника Посредством техники Я передаю Свой замысел Свой месседж Передаю Если это искусство То это месседж Я хочу По возможности Большему числу Людей Это показать Для того Чтобы они Осознали Увидели что-то в себе Просмотрели Какое-то собственное будущее И Как-то улучшили себя Через это Какой-то процесс Должен внутри Да Отдать куда-то В коморку Чтобы она сидела Неважно Может быть коморка Будет очень Комфортная Комфортная Дворец Наверное Будет Я понимаю Я потом и говорю В коморку Дворцовую Замок поедет во дворец Да Но это не то Спасибо Что вы не отдали Замок будущего И где мы его Можем увидеть Ну сегодня Он проходит Он был сейчас В Сигул И сейчас он переехал В Лимбожи Так что приезжайте В Лимбожи Золотая осень Это самое подходящее время И кстати чтобы посетить Именно Здесь же в осень Да В Сигул В Лимбожи Какие там красоты И во первых Какой-то цикл заканчивает Да Целый год Мы должны Какие-то подвести итоги Осознания Какие-то неудачи Какие-то Достижения И когда вот это Просматривается Это очень Это важно Да Я считаю что Я вот по жизни Очень часто бываю В музеях И Один и тот же музей Посещаешь Одну и ту же работу Но ты же по-другому Видишь То же самое Когда мы читаем Книги Бухгалкова читаешь Там Мастер Маргарита Волон такой Это А смотришь И Разные нюансы Появляются Они включают тебя Как файлы И Вот такой вопрос Мы не заметили Как Время нашей программы Подошло к концу Скажите О времени Есть Такая точка зрения Что время сейчас Сжимается И бежит Быстрее У нас есть Две минуты Это по козыреву Если мы возьмем Оно имеет Разные субстанции Любое время Оно может ускоряться Замедляться Оно может быть Позитивно Оно может быть Негативно Оно может иметь Левый спин Ухудшение И имеет Правый спин По физике Если поднимите Вы поймете И То же самое В человеке Да Есть и левый спин И правый спин Если я болен У меня будет Естественно Отражаться левый спин Если будет здоров Будет правый спин И То же самое Вирусы И бактерии Они всегда Имеют Абсолютно Ту же характеристику Что имеет человек И во всей вселенной Есть один Незаблемый закон Начало Изменение И конец Рождение Продолжение И смерть В каком состоянии Где вы находитесь В творчестве То же самое Создание идеи Конденсируете Приступаете к работе И завершаете работу Эти циклы Незаблемые Во всей вселенной И в то же самое На земле И в политике И в нашей жизни Да Оно Одно и то же Если я разбираюсь В этих вещах Я могу предвидеть События Которые будут Ну вот Время Время подошло К концу Очень быстро Мы говорим О том Что оно меняется Оно у нас Как-то так Оно насыщено было Насыщено было И буквально У нас осталась Одна минута Мы напоминаем Что в гостях У нас был сегодня В личном утре Олег Аузерс Ювелир Философ Целитель Президент Балтийской гильдии Ювелиров Есть что посмотреть У него работы Фантастические Равных наверное В мире Не найти И еще раз Напоминаем Что можно Приехать В музей Живого Серебра Золотой осенью В музей Живого Серебра В Лимбаже И в Сигулду В принципе Каждый день Можно туда Приехать И провести Там время И что-то Для себя Новое Увидеть И изменить И Олег Аузерс Поделится С вами Уникальным Опытом Из Тибетской Медицины И из Целительских Вещей Связанных С серебром А нам Придется Пригласить Его Еще один раз Потому что В общем-то Мы сегодня Только обозначили Темы По каждой теме Можно делать Целую Отдельную программу Вы согласны Немножко Времени Еще С такими Прекрасными Журналистами Да Ой Спасибо Всего Всем хорошего Спасибо Что были с нами В личном Утре И хорошего вам дня Хорошей пятницы Хороших выходных Спасибо Всего доброго